9 мая день победы. О том, как 68-ю годовщину праздника отметят в Чебоксарах, говорили на заседании рабочей группы в Доме правительства. Подробности далее. Ветераны встретят праздник с чистыми окнами, а привести дом в порядок поможет активная молодежь. К 9 мая в городе готовят не только торжества и поздравления. Девиз праздника – забота о тех, кто в 40-х позаботился о свободе Родины. В районах города создаются тимуровские волонтерские отряды, которые будут помогать ветеранам. В Ленинском районе не первый год проходит акция «Чистые окна». В Московском – «Чистый дом, тепло и уют». Также срок до 1 мая будут завершены ремонтные работы в квартирах для ветеранов. Впрочем, вспомнят о героях войны не только в праздник. Чтобы молодое поколение знало, что отмечает страна 9 мая и в честь кого над заливом прогремит салют, с 9 апреля в образовательных учреждениях стартует специальная программа. Состоится месячник патриотического воспитания «Победные дни России», направленный на военно-патриотическое, интернациональное и нравственное воспитание молодежи. В рамках месячника пройдут гражданско-патриотические акции, такие как эстафета памяти поколений. Без внимания в праздник не останутся и те ветераны, кто не сможет выйти на гуляние. Уже заканчивается составление списка тех ветеранов, кого нужно поздравлять на дому. Здесь совместно с депутатами, администрацией города, спонсоров будем привлекать. Будем поздравлять ветеранов на дому, чтобы каждый ветеран у нас в городе был охвачен вниманием. Каждому ветерану сейчас готовят поздравительные открытки. Решается вопрос с финансированием продуктовых наборов. Если брать по уровню подарков прошлого года, то это примерно тоже нам нужен еще миллион. То есть пока мы реально не видим этих денег. Если мы его увидим реально, то проблема будет снята. К празднику украсят город, но подумать рабочей группе придется не только о красоте, но и об удобстве. В местах проведения массовых мероприятий будет предусмотрено дежурство скорой помощи, организованная выездная торговля. Организованы дополнительные места парков общественного и личного транспорта будут. В праздничном день будет продлена работа городского транспорта. Торжественным строем смогут пройти и те герои, которых уже нет с нами. Фотографии воинов бессмертного полка пронесут внуки и правнуки. Ну а самое торжественное событие праздника – Парад Победы ветераны смогут посмотреть со специальных почетных мест. Начало проведения парада в 12 часов. Планируется привлечь личный состав в количестве 15 ротных коробок численностью 900 человек. Личный состав свыше 50 единиц будет техники. Ответили на заседание рабочей группы и на вопрос, который традиционно волнует горожан. Завершится праздничный день с салютом Победы, который начнется 22.00. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.